всем привет сегодня хочу посадить своего маленького питомца как вы видите у меня появился новый питомец зовут его фикус вот такой вот разнолепестный сейчас немножко предысторию вам его расскажу шла я как-то по улице да как обычно это бывает и кто-то просто выкинул целый горшок с фикусом в груду с листьями но я смотрю там он как бы помят и видимо выкинули уже давненько а вы знаете такой цветочек он наверное в цветочном магазине стоит от 1000 рублей и выше ну смотря какие размеры я в общем то увидела его посмотрела думаю ну раз он никому не нужен я оторвала у него вершинку одну одну вершинку оторвала но думаю но если к житью он значит приживется захочет жить да выживет и вы знаете я принесла его он был подвятшими листьями такой понукший я думаю ну может быть не судьба да может и не выживет и чего вы думаете я его поставила вот банку с водой он буквально сразу встрепенулся листики у него сразу стали такие как обычные листики да я думаю ну хорошо реакция хорошая значит жить хочет и чего вы думаете через пару-тройку дней может быть край через пять дней я увидела белые точечки вот здесь на стебле я подумала ну может так какая-то ерунда скопилось может бактерии какие-то скопились на стволе нет чего вы думаете через неделю полторы я вижу что эти точечки стали набухать а сейчас вот прошло буквально две с половиной недели видите он уже пустил корни я даже не ожидала что он так быстро их пустит это вот наверное одно из тех растений которая пустила корни буквально 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 вот 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 то что у меня есть растение называется долларовое дерево она вообще может без корней стоять полгода не давать пор не от стебля вот так она хочет жить а это видимо очень хотела жить это фикус разновидность не скажу потому что что даже не прочитала в интернете вот такой вот он разнолепестный красивый вырастает я думаю что достаточно больших размеров вот такого питомца я нашла на улице не стала я уж брать целое растение потому что оно было где-то может метр до кому-то видимо очень надоело достала его это растение ядовитые есть его листья стебли побеги я вам не рекомендую но если она будет стоять как декоративное растение у вас на окне я вас уверяю никакие кошки никакие домашние животные к этому растению не подойдут потому что животные они чувствуют вот например драцену они у меня едят а к остальным к фикусам к пальмам фук пальма перебираю вообще где финбахи им к молочаем всяким к сингониуму да где сок такой белый они не подходят поэтому животные не дураки и растение если вы берете домой ядовитое оно будет в качестве декоративного ну один только как бы сказать нюанс чтобы детки детки да ваши не срывали листья и соответственно не жевали их у меня цветы стоят на подоконнике евелина в принципе не имеет такого желания отрывать листья у цветов хотя в саду у нее есть такое желание отрывать листья и цветы и все остальное так что вот такая вот предыстория данного цветочка ну что посадим до цветок давайте посадим 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 цветочек наш сюда мы его отодвинем я использую вот такой двойной горшок с поддоном с дренажной системой видите дырки все как нужно заполняю его землей я потом его хорошенько пролью водичкой так что не переживайте земля пока конечно сухая я пока полью конкретно в лунку потом потом почву пролью хотя по сути это надо было сделать но я думаю что сделаю это ничего страшного не буду сильно заполнять да видите я оставила примерно 5 сантиметров заполнять не буду до конца почему потому что фикус имеет свойство расти и потом я просто будут забавлять земельку земель куда так ну водички я знаете налила тут так прилично ничего дома у нас жарковато все испарится все куда-нибудь денется так что если захотите пересаживать такой фикус вообще реально размножается стеблем я даже вот думала поди может быть оставила лишние вот эти листья потому что когда вы размножаете растения листья лучше оставлять но совсем немного листьев оставлять потому что они мешают образованию корневой системы и прирастанию потом самого растения но если растение такое неприхотливое смотрите три огромных листа не сыграли никакой роли то есть он дал корневую систему я думаю что он прекрасно у меня прирастет в горшке сейчас я дам немножко отстояться что налила я тут земля бродит немножко ходит она была совсем сухая а потом я еще его раз полью может быть еще добавлю потом земли так ну вот как то так все сейчас будешь тут жить поживать и добра наживать все фикус у меня будет жить сейчас именно здесь красота да и только вот таким образом я сажу свои цветочки ну в принципе я вообще цветы выбираю для себя не заморачиваясь если цветок у меня растет ему у меня хорошо значит я его буду растить если ему у меня плохо он чахнет дохнет значит к сожалению с таким цветком я распрощаюсь вот всем кому понравилось пиши ставь лайк подписывайся на канал ну а на сегодня всем пока а а а а а а а а